Методы изучения вводных поверхностей экосистем Методы оценки качества ввод и состояния экосистем Это химиоиндикация, биотестирование, биоиндикация Химиоиндикация определение концентрации токсичных веществ и их превышение до отношения к ПДК Биотестирование – это определение опасного уровня токсичных веществ для тест-объектов установления ПДК И биоиндикация – это эксперимент на установление категории качества ввод по состоянию И они делятся так дальше Здесь показано, как нужно индикатором пользоваться Присутствие индикатора видов растений или животных позволяет более глубокую судить о качестве воды в водоеме Оценки качества воды водоемов и водотоков может быть проведена с использованием физико-химических и биологических методов Биологические методы оценки – это характеристика состояния водной экосистемы по растительному и животному населения водоема Любая водная экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды имеет сложную систему подвижных биологических связей которые нарушаются под воздействием антропогенных факторов Планктон – совокупность живых обитателей водоема не способных активно передвигаться или медленно передвигающихся, но не противостоящих токам воды Фитопланктоны – это совокупность растительных организмов водоема не способных активно передвигаться Важнейший компонент водных систем активно участвует в формировании качества воды и является четким показателем состояния водных экосистем и водоема в целом Таким образом, видовой состав живых организмов и загрязняемого водоема служат итоговые характеристики токсикологических свойств водной среды за некоторый промежуток времени и не дает ее оценки на момент исследования В холодное время года система биологической индикации в гидробиологии вообще не могут быть применены Каждая группа организмов в качестве биологического индикатора имеют свои преимущества и недостатки которые определяют границы ее использования при решении задач биоиндикации Водорослям принадлежности ведущая роль в индикации изменения качества воды в результате эфтрофирования водоема Зоопланктон также достаточный показатель как индикатор эфтрофирования и загрязнения вод Простейшие являются высокочувствительными индикаторами сопровного состояния водоема Проведение биологических исследований имеет свои особенности в состоящих и текущих водоемах Также случайные загрязнения местного характера легче всего могут повлиять на характер населения дна в таких водоемах Биологическое исследование стоячих водоемов, как правило, интерпелируется более легко Здесь, прежде всего, необходимо проведены комплексные исследования с тем, чтобы иметь более полное представление о состоянии водоема Чем крупные исследуемые водоемы, тем большее количество разнообразных станций надо выбирать по его периметру Здесь показаны примеси, содержащиеся в воде Биоиндикация – способ оценки антропогенной нагрузки по реакции на нее живых организмах и их сообществ Биотестирование использовано в контролируемых условиях биологических объектов Для выявления и оценки действий факторов окружающей среды на организме, его отдельную функцию или систему организмов Хорошие результаты дает анализ бентосных беспозвоночных Оценка частоты водоемов делается по преобладанию либо отсутствию тех или иных таксонов Здесь показана шкала загрязнения по индикаторным таксонам Спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!